Победили Шотландию, ёлки-палки, вообще, надо героев России отдавать. Что вы выиграли на чемпионате мира на домашнем? Что вы выиграли? Я против этого. На халяву. Сегодня мы приехали в Академию Вячеслава Платонова, где проходит традиционный волейбольный турнир, мемориал его имени. Рядом со мной человек, который сыграл в трёх олимпийских финалах, Вячеслав Алексеевич Зайцев. Вячеслав Алексеевич, три олимпийских финала, одна победа. Не обидно вообще? Могли вы быть двукратным олимпийским чемпионом? Можно сказать, не три, а четыре. Но, естественно, немножко обидно, потому что, возвращаясь, как говорится, к прошлому, к 80-му году, когда мы выиграли в Москве, несмотря на то, что был объявлен бойкот, и капиталистические страны не принимали участие, но на тот момент я считаю, что под руководством Вячеслава Алексеевича Платонова наша команда была вообще наголову сильнее всех, несмотря на то, что даже некоторые команды не приехали сюда, в Москву тогда. Финал получился достаточно... С Болгарией. Да, финал получился напряжённый, с болгарами. Обида в чём? Обида в том, что не в том, что мы выиграли, но мы обязаны были выиграть. Мы её выиграли благодаря Платонову и той команде, которая была суперкомандой, я так считаю, за все эти годы. То, что если 9 лет мы никому не проигрывали, это было вообще, как говорится, очень редкое явление в волейболе. Вячеслав Алексеевич, момент Олимпиады 80 в Москве, проиграли футбол, проиграли баскетбол, проиграли гандбол. Не было истерии перед финалом, что волейбол, вот мы ещё не имеем права уже проиграть. Нет, нет, сомнений не было, что мы выиграем. А главное потрясение неспортивное от Москвы 80. Кто-то, например, бит про Кока-Колу, который был в Фантом, кто-то бит про Свобода. Впечатление, я могу что сказать, потому что впечатление практически мы не видели. Ну, естественно, там сумасшедшие открытия, это впечатление такое, это открытие, церемония открытия, закрытие. Питание было вообще супер на высшем уровне. И какая была? Да всё было. Было всё, и рыба, икра, и мясо любое. А потом исчезло после этого? Ну, нет, ну, естественно, там и в магазинах кое-что там в Москве было. Ну, я говорю, простую, тогда полупустая Москва, проезды, там спокойно перемещения. А вот два олимпийских финала, которых вы проиграли полякам и американцам в 8-0, какое обиднее было поражение? Оба. Оба? А как с Америкой? Ну, первое, естественно, обидно было в Монреале, когда мы проиграли действительно чисто по случаю. Ну, была приличная очень команда, но что сделать? Так получилось, что 2-3. После этой олимпиады произошла тренерская рокировка, значит, вместо Чеснокова пришёл в штаб Алексеевич Платонов. У Платонова была истерика, когда он узнал, что сборная не едет всё-таки на олимпиаду в Лос-Саре. Да не только у него была истерика. Как вы отреагировали? Всё-таки вам 31 год, следующая олимпиада уже может не быть. Ну, я хочу сказать только одну вещь. Мы готовились к этой олимпиаде, зная прекрасно, что будет тяжело, но были уверены в своих силах. Победы. Да. Ну, что я могу сказать? Мы были на сборе в Харькове, вот, и была серия матчей с американской сборной, американцы приехали. Вот, и пришёл один из руководителей федерации, в раздевалку зашёл, и объявил нам, что правительство приняло решение бойкотировать олимпийские игры в Лос-Анджелесе, мы туда не едем. За Москву, да? И мы туда не едем. Ну, естественно, у нас всё это, как говорится, удар ниже пояса, обрубило всё. С пятой партией мы слили очень быстро, потому что все были в трансе. Я вас понимаю. Не только руководство, все игроки. То есть, ну, грубо говоря, полгода отдать жизни своей пахали. Тренировались, готовились. И вдруг на тебе такое решение, значит, политическое решение, неспортивное, я считаю. Получилось так, что, как говорится, чтобы, как говорится, смягчить этот удар, был организован так называемый турнир дружбы, который отдали социалистическим странам, которые не участвовали, тоже бойкотировали в знак солидарности с Советским Союзом. В финале мы играли с кубинцами, в присутствии 15 тысяч зрителей в Голландском дворце спорта, в присутствии Фиделя Кастро. Выиграли мы 3-1. Получили, как говорится, регалии, как будто мы выиграли Олимпийские игры. Но это было, конечно, не то, потому что, если ты играешь на Олимпиаде, если ты её выигрываешь, ты уже попал в историю. А когда Платонова убирали из сборной, игроки не пытались как-то реагировать? Может, написать письмо, я не знаю, там, Федерации, спросьба оставить? Вы знаете, эти вопросы лучше задать, наверное, другим людям, которые принимали это решение. Потому что эта кухня, я считаю, что... То есть игроки никак не могли подействовать? Была неправильная. Никак не могли подействовать, потому что посодействуют. Ну, все ссылки были на то, что он болен, ему пора оставить эту должность. Ну, ему как бы предлагали занять должность главного насмотрщика над всеми командами. Платонов отказался? Ну, естественно, он отказался. А вот если бы все-таки Платонов остался, выиграли бы Олимпиаду в Сеуле? Как вы считаете, с Платоновым? Да, потому что, понимаете, там уже совсем другая команда была, совсем другая обстановка и совсем другое понятие было. Там другие люди уже были. То есть не было такого, я бы сказал, коллектива, который был как вот единый кулак. Я смотрю фотографии Платонова, но вот так по фотографиям, такой добродушный мужчина, такой человек. Страшен был в гневе? Для меня он был второй матцем. Благодаря ему я стал действительно зайцем, тем, которые меня знают, тем, которые меня помнят. А вдова Платону было, что игроки называли его дядькой, это правда? А почему дядька? Ну, так вот. А как пошло от кого-то? Так получилось, дядька. Платонов не обижался на дядьку? Нет. Нет? Нет, не обижался. Нормально. Ну, мы между собой его так называли, дядькой. А, в принципе, так-то Вячеслав Алексеевич, Вячеслав Алексеевич. Ну, там, Алексеевич, Вячеслав Алексеевич. Это сейчас там принято называть, даже не знаю, как имя, отчество тренера, называя просто тренером. Мистер. Да, или мистер, или тренер. Я уже с этим столкнулся, понимаете. Но, честно говоря, я еще раз говорю, это уникальный человек был. Был уникальный человек, который действительно, вот, из автомобилиста он сделал суперклуб. Да, мы выиграли там массу европейских кубков. А вам не жалко, что сейчас автомобилиста фактически нет? Ну, он фан-клуб «Зенита». Платонову бы это понравилось? Нет. Что его родной автомобилист? Нет. Это никому не нравится и никому не понравилось. Но, к сожалению, давайте будем так реально смотреть на вещи. Денег нет. Да. С приходом к капитализму, будем так говорить, рухнуло все. Рухнули спортивные школы, был клуб, была история. Сейчас все стараются в «Зенит» попасть, потому что в «Зенит» много денег. Ну, здесь уже, ну, дело не в деньгах, я считаю, дело не в деньгах. Просто на сегодняшний день, просто, я говорю, когда вот это, все это прошло, и говорилось о том, что вот создается новая команда, Ну, да, хотелось бы, конечно. Я тогда сразу сказал, что, сразу сказал тогда, что так нельзя делать. Надо, по крайней мере, сохранить. То есть, чтобы был автомобилист и был «Зенит»? Да, сохранить это назвать. Ну, на «Зенит» есть деньги, на «Автомилист» нет. Ну, вы же понимаете, «Газпром» есть «Газпром». «Газпром» дает только на «Зенит». Это не питерская команда, это команда «Газпром». Ну, а как, я считаю только так. Я считаю только так. «Зенит» — команда «Газпром». А вот если зайти сейчас в зал и спросить болельщиков, которые кричат «Зенит», я думаю, болельщики не согласятся с вами. Ну, это их лишнее мнение. Мое мнение такое. «Зенит» — команда «Газпром». «Баскетбол» — «Зенит» — команда «Газпром». «СКА» — команда «Газпром». Ну, вот в Питерских, вот когда образовывалась команда, «Зенит» — «Санкт-Петербург», да? Назовите меня одного игрока-воспитанника питерского волейбона, который «Зенит». Сейчас в нынешнем составе не назову. Вот, вот о чем разговор, понимаете? Да, такая история, такой вообще был позыв. Нас же не просто так называли «автомобилисты», а «мадские водители» нас прозвали. Хорошо, там были привозные игроки какие-то, но там были и питерские, питерские ребята были. Вот мы с детской спортивной школы вышли из Питера, с питерского волейбола, питерские воспитатели. А сейчас это собрать просто так. «Да, есть деньги, есть это, будем делать это, хорошо, а выстрелят эти деньги или не выстрелят?» Это десятый вопрос. Ну, а как вы думаете, вот все уже, «автомобилисты» закончился, его историк, как баскетбольный? Ну, сейчас он как фарм-клуб существует, как говорится. И на этом все. Все делается на то, чтобы, слава богу, хоть оставили название, что эта команда играет в «Высший Легия». Обидно, конечно, что вот это все мы, как говорится, прошлое, то, что хорошее было, так немножко мы похерили, немножко забываем. Понимаете, то же самое произошло с протоколом с Кондрашинским, понимаешь? Просто пока Кондрашин был жив, пока он бился, боролся за это дело, что-то было. Так только Кондрашин ушел из жизни, все рухнуло, все нет. Это появились, там, это 50% иностранцев, ни одного питерского, там. В 2013 году вы вошли в волейбольный зал славы, вы стали членом зала славы. За это полагаются какие-то финансовые привилегии, может, какие-то? Аквардного славуши. Да? То есть никаких денег, ничего? Просто повесили фотографии? Это чисто общественная организация, но все командуют американцы практически. Там из наших, там, из игроков, там, из мужиков только я и Сашка Савин. Вот, ну, естественно, там Платонов, Чесноков, Афлияне, Карполь. А что это там висит? Какая-то фотография, вот как здесь вот висит? Да, да, да. Какую-то вам медаль дали, я не знаю. Там дали не медаль, к сожалению, я вот сейчас не одел, там дали персональный перстень. Дали персональный перстень, там персональный логотип был, там музей, где там висит фотография с регалиями, почему там был номинирован на это, там. То есть это идет голосование, не только, это всемирное голосование. То есть вот на сегодняшний день мне из зала славы, когда идет номинация на следующий год, мне присылают список кандидатов. И я даю свой голос за определенного кандидата. Ну, в этом году я голосовал за Валентину Агиян. Хотелось про сына спросить. Он живет в Италии, играет за сборную Италии уже 10 лет. Как получилось, что он не стал, как он, в сборной России? Так сложилась жизнь, то, что я играл там, он там родился, он там вырос. Потом вернулись сюда, в Питер. Здесь, в Питере, он продолжал заниматься волейболом. Потом в очередной раз мы вернулись в Италию. Я уже как в качестве тренера. Ну, Ванька там пошел в школу, учиться стал там, занимался волейболом. А когда ему предложили говорить за сборную Италии, он долго думал? Нет. Нет? Нет. Это я долго думал, он не думал. То есть вы были против? Нет, ну, я не напрягал его, будем так сказать. Не патриотично? Ну, я вот сказал, я говорю, что ты хочешь, где ты хочешь играть? Ага. Вот я хочу играть в Италии. Хочу играть в Италии, в хорошем клубе и за эту страну. Сейчас существует такая система. Если человек заигран за какие-то сборные, хотя бы один раз. То все. То есть внесен в компьютер в федерацию, грубо говоря, кандидат в молодежную сборную. Он уже на крючке. А Ванька был нигде не внесен, ни разу не вызывался. Ну, он тогда еще маленький был. Поэтому спокойно мог приехать. Да, спокойно мог принять свое решение. Ну, я уже старый больной человек. Например, мне Италия. Молодежь к этому относится совершенно... Попроще. Попроще. И для него это Италия стала, как говорится, родиной. Но он вам ни разу не говорил? Вот, папа, я жалею все-таки, что не стал играть в сборной России. Нет. Ни разу, да? Он добился своего, то, что он хотел. И причем добился за счет своего, как говорится, русского характера. Вот этой спортивной наглости, что ли, можно так сказать. Вообще в российском волейболе не хватает таких звезд, на которые бы ходили люди. Ну, почему? Есть звезды, Оля. Ну, такие, которые бы знали все. Ведь у нас здесь сейчас самый популярный игрок, Алексей Спиридонов. Вот, кстати, мы стоим перед финалом, вот он разминается, вот он спиридонов, да, вот он разминается. И то он известен во многом не на площадке, а за счет своих скандалов в соцсетях. Вам не обидно, что самый популярный волейболист, получается, скандалист, за счет скандалов? Ну, почему скандалист? Ну, я еще раз говорю, что такое поколение, понимаете? Такое поколение, которое вот они, как говорится, не то, что там без масла в голове, а они раскрепощенные, они свободные, они, это, как бы сказать, пиар. Идет пиар, идет там реклама, идет пиар, чтобы на него брать. Ну, если этим людям так нравится, грубо говоря, такое поведение, такое отношение, вот что они там пиарятся за счет этого. Ну, дай бог, самое главное, чтобы этот пиар потом выливался на игру на площадке, это, получается, так пропиарилось, а здесь-то на поляне ничего не делают. То есть у вас нет желания, например, подойти к Спиридону, сказать, что ты делаешь там, давай-ка успокойнее. Нет, я Леху прекрасно знаю, он хороший пацан, был у меня в молодежной сборной, когда я был тренером сборной. Там тоже был таким он, себе? Ну, да, он был таким, будем говорить так. С мутьяном. Да, ну, не с мутьяном, но таким. Слушайте, но ведь у нас в волейболе еще более-менее дела, потому что у нас волейбол единственный игровой вид спорта, где мы, мужчины, я имею в виду, где мы ждем олимпийского золота. В баскетболе мы рады просто попаданию, в гандболе мы рады просто попаданию, а в футболе мы уже забыли, когда попадали, и только волейбол один остался, где мы ждем, где мы надеемся. А что, есть такой вид спорта в России? Волейбол? Есть. Да? Как же? А я думал, у нас только футбол. Нет, почему? Про волейбол раз в четыре года точно придется. А, у нас только футбол, я думал. Вот сейчас вот победили Шотландию, елки-палки, вообще. Большая победа. Героев России надо давать. Ну, это, понимаете, вот отношение общества к спорту. Считаете, не надо радоваться победе над... Ну, хорошо, хорошо, хорошо мы радуемся, но не до такой степени, вот это устраивает показуху и эйфорию, не до такой степени. Ну, хорошо, выиграли, молодцы ребята. А что вы выиграли на чемпионате мира на домашнем? Что вы выиграли? Я против этого. Ну, вот люди, которые понимают, люди ходят. Вот взять Белгород, зал Битком, взять Казань, зал Битком, взять там Калининград, зал Битком. Не надо гнать из-под палки никого, нагонять на стадион. Это сегодня тоже хорошо ходит на зенит. Понимаете? Я говорю, ходит. Я говорю, нормально. Понимаете, ну, нельзя упираться в два вида спорта. Я понимаю, как в Советском Союзе будет два партийных вида спорта. Хоккей, футбол. Хоккей, футбол. Ну, так оно и осталось. Так оно и осталось. Почему мы сейчас, имея такую базу, тренерскую, человеческую базу, мы начинаем копировать иностранцев. Они учились у нас за Платоновым, ездил весь мир снимать его тренировки, снимать его подготовку. Он написал вот такой толпук упражнений, они у меня дома лежат. Платонов работал в Финляндии, а сейчас Финн тренирует в сборной России. Так он его помнит с 7-летнего возраста, он занимался волейболом. А, да? То есть Сами Лвова помнит Платонов? Да, да. И я его хорошо очень знаю. Так вот, дело не в этом. Опять же, почему Финн? Ну, да, появился такой человек, такой фанат. Выголский с басом золото. Который, вообще, для него волейбол это все, вся жизнь. И он не боится ошибаться, не боится рисковать, не боится что-то искать новое. Не боится, как вы говорите, бросать насиженное место и уезжать куда-то в другое место. Неизвестно, что здесь получится. Я имею в виду Питер. И почему мы должны это дело, как говорится, обсуждать, его обвинять или еще что-то делать? Он доказал, что он может работать? Доказал, а выголский с басом золото. А, господа хорошие, а вы сидели на этих же местах. Почему вы так не сделали? Что вам мешало сделать так, выиграть там, там и там? Пришел какой-то, как вы говорите, Финн и все повыигрывал. А вы где были? Значит, давайте мы будем сейчас закапывать Фина. Не, ну закопать его не получается, он победитель. А, пока не, пока. Он победитель, он все выиграл. Не волнуйтесь, у нас найдутся, быстро найдутся моменты, быстро найдутся люди при нашей жизни. Очень много доброжелателей, понимаете, в этом плане. А помните, сколько Олег на закапывали, сколько он проиграл доли? Я еще раз говорю, я говорю, у нас найдутся, масса людей найдется, которые будут крякать и которые будут говорить, что это не так делает, это не так делает, это не так делает. А мне неинтересно, как он делает, как я делаю. Я даю результат, а как я делаю, мне совершенно неинтересно. Дова Платонова давала интервью нашему изданию, она сказала, что в середине 90-х, вот бьет слова, вы предали слова Алексеевича. Вы опять возвращаетесь к старому, да? Вот эту тему хотел уточнить. Вот эту тему надо было спросить у тех людей, которые это делали. Действительно вы старались подписывать? Не было этого. То есть вы не предавали? А почему тогда наговорили, и кто-то наговорил? Я еще раз говорю, вот были люди, которым было это выгодно. Вас стравить? Да. А вы потом объяснялись Вячеславу Алексеевичу? Ну, разговаривал, да. Приезжал, разговаривал. Он понял вашу точку связи? Ну, он тоже на взводе был тогда. Тоже был тогда на взводе там. Даже он заболел, сборной. Потом заболел в очередной раз. Да, вы заменили его, я помню. Я просто уехал тогда, и меня пригласили в Белгород, я уехал в Белгород, и с тех пор уже все. Потом уже после эти, как говорится, такие журналисты есть, такие журналисты, которым интересно все это, как говорится, подноготную грязь там вылить, грубо говоря, там человека облить этим дерьмом. А потом уже там, ты отмывайся. Вот мы слышали вот это. Ну, мало ли что, я то много чего слышал. Благодаря Платонову построен этот зал, да? Только благодаря ему, да? Вот Платонов добился того, чтобы эту землю, и бывший тогда губернатор Яковлев отдал ему эту землю в аренду там то что. Вот он договорился, и на этом месте построили вот этот зал. У нас опять же начинаются слухи, что якобы он эту землю куда-то врюхал, бухал, вот этому, да, а что оставалось сделать? А там подстоятельства? Да, ну хорошо, хорошо, здесь все сделано, все это, где такие залы еще есть? Вот в принципе, да, он небольшой, он маленький, но он уютный. Он уютный, компактный, нормальный. Здесь играет Динамо и Ленинская область пока в Суперлиге. Ну, для публики место баловато, но по тем временам уже волейбол, как говорится, ушел, потому что автомобилист, как говорится, перестал показывать результаты, интерес пропал. Савел Алексеевич, тогда последний вопрос. Как Вы считаете, почему вот в наше время перестали появляться такие глыбы, как Платонов, Кондрашин, Садырин, или может просто мы не замечаем, может мы мельчим? Для того, чтобы появлялись такие люди, нужна почва. Такие люди есть, им надо дать возможность работать, а не так, как у нас получают. Вот сегодня, грубо говоря, Зайцев пришел, принял команду, завтра она проиграла. Пошел вон, пошел вон. Такого уже раньше не было. В Советском Союзе кто мог подумать, что Платонова можно уволить, Чеснокова можно уволить из ЦСКА. Да, команда играла, команда выигрывала, команда проигрывала. Ну, такого даже в мысли ни у кого не возникало. Значит, это все просто. Сейчас тренер наемный. Одна игра и до свидания. Приходит другой, кто? В иностране. А иностранец по-русски не говорит, игроков не знает. Почему у нас? У нас сразу же начинают искать вся вина в трене. Почему? Вот почему у нас сегодня идет комплектация команды, и очень мало команд, очень мало команд, где тренеры комплектуют команды. А не агенты. Не агенты, а тренеры. А мне не нравится Петров, мне не нравится Иванов, мне нравится Сидоров. А Сидорова нет, а мне дают Петрова с Ивановым. А что я с ними буду делать? А они оттуда. И что я с ними должен делать? Посадить на лавку? Почему он не играет? Мы за него заплатили такие деньги. Да потому что он мне не подходит по моей концепции волейбольной. Он мне не подходит, он мне неинтересен. Вот почему разговор такой. Люди, которые сегодня работают, я говорю, тренерская работа это бочка из пороха. Хорошо, спасибо вам огромное за интервью. Удачи вам, здоровья, всего наилучшего.